Здравствуйте! Тема занятия «Способы очистки воды на электростанции». Можно выделить три различных класса в рамках технологий очистки воды. Это так называемые физические методы, или по-другому их называют механические, физико-химические методы и химические. Трога говоря, выделяют еще один класс методов биологических, в основе которого лежит жизнедеятельность живых организмов, так называемых гидробионтов, которые по сути поедают какое-либо загрязняющее вещество и тем самым очищают воду. Пример город Яровое. Однако в практике электростанций такие решения не применяются. По крайней мере, я не знаю ни одного примера. Поэтому этот класс методов очистки воды в данную классификацию не вошел. Среди остальных методов в каждом из классов можно выделить достаточно большое количество способов или технических решений или технологий. Однако на электростанциях не все они получили широкое распространение. Наиболее широко на электростанциях применяются те технологии, которые в этом рисунке выделены красным цветом на фоне бирюзовых прямоугольников. Физические методы. В основе лежат механические или физические принципы работы. К ним относят отстаивание. Это, надо сказать, один из наиболее широко применяемых способов очистки воды для электростанций. Этот способ не требует никаких сложных машин и аппаратов. Нужно организовать отстойник, который, как правило, организуется в виде труда, которым бы обеспечить успокоение воды и выпадение в осадок всех тех загрязняющих веществ, которые эта вода несет. Как показано на этом рисунке или вот на этом рисунке тоже можно видеть на дальнем фоне пруд, в котором происходит отстаивание воды. Или вот на этом рисунке, или вот на этом рисунке знаменитые Новосибирские Мальдивы. Это пруд отстойник воды в системе гидрозолоудаления. Вода несет золу на золоотвал, затем она отстаивается, осветляется тем самым и снова возвращается в цикл для той же цели править золу на гидрозолоотвал. Другой метод очистки, использующий механические принципы или физические принципы в своей основе, это фильтрование. Может фильтрование быть грубое на крупноячеистых сетках, может быть мелкоячеистой сеткой, может быть в конце концов на тканевой основе, но суть от этого не меняется. Простейший пример фильтрования вы можете встретить в бытовых, например, аппаратах, которые вы устанавливаете под раковиной в качестве фильтрующих элементов. Флотация, флотационные машины, вот как они могут выглядеть. Эти машины используют рубные эффекты, то есть продувается воздух через воздух, там все это бурлит и различные вещества могут плывать в результате этого, либо наоборот станут в зависимости от того, как это организована, флотационная машина. Когуляция, вы помните суть этого процесса, это процесс, в котором вещества, которые находятся во взвешенном состоянии в толще воды, образуют коллоидные конгломерации, которые в конце концов тонут, и затем коагулянт можно удалить из аппарата. Это те приемы, которые широко применяются на электростанциях. Но вместе с тем список по физическим методам очистки воды, конечно, гораздо шире. Это и сорбция, это и центрифугирование, это и флокуляция, и еще достаточно большой перечень. Физико-химические методы. Суть этих методов заключается в том, что при помощи химического преобразования растворенное в воде загрязняющее вещество переводится в кристаллическое состояние и затем уже при помощи физического метода улавливается, либо в виде отстаивания, как самый простой вариант, либо в виде фильтрования. Один из способов, который может эту идею реализовать, это известкование, когда загрязненную воду в соответствующих количествах, добавляется известковое молоко, происходит связывание загрязняющего вещества и выпадение его в кристаллическом осадке. Этот прием достаточно широко применяется в практике электростанций. Более того, известкование – это один из основных приемов очистки воды, применяемых на отечественных электростанциях. Кроме того, как можно выделить и такие варианты, как вымораживание, выпаривание, экстракция и какие-то другие. Надо сказать, что прием, который называется выпаривание, этот прием позволяет получить близкую к абсолютной чистоте воду, потому что фактически ты всю воду, которая у тебя загрязнена, предположим, солями, кипятишь и в виде пара она уходит. Остаются только соли, которые не испаряют. Но крайне редко на станциях можно такие приемы видеть или увидеть. И, наконец, химические методы. Здесь все происходит за счет химии процессов. Это может быть окисление, это может быть разложение. Очень часто эти методы применяются для того, чтобы обеспечить выравнивание показателя pH. Если, например, кислая источная вода и проблема только в этом заключается, то достаточно добавить щелочи, обеспечить этот показатель, и вода уже не несет какого-то ущерба окружающей среде по этому показателю. А разложение – это то же самое, что исчисление только медленно происходит естественным образом. Вот что можно сказать о способах и приемах по очистке источной воды, которые применяются на наших электростанциях. Одновременно надо сказать, что современная практика очистки источных вод разнообразна. Связано это, в первую очередь, с тем, что современные энергоблоки, которые строятся главным образом в последние десятилетия, основаны на новых технических решениях и очень часто опираются на зарубежную практику проектирования и строительства и включают в себя полный цикл производства, в том числе и замкнутые системы водоснабжения и полную очистку источных вод и ливневых вод. При этом очень часто практика строительства ведется таким образом, что эти энергоблоки пристраиваются к действующим электростанциям, поэтому по некоторым контурам вода берется из старой электростанции и туда же отправляется, а некоторые контура имеют замкнутую систему и полностью автономны. Автономные контуры обладают и новыми системами очистки источных вод. В частности, вода так называемой ливневой канализации, которая включает в себя всю воду, которая может быть замазучена или загрязнена нефтепродуктами, проходит полный цикл очистки и оттуда не выходит вообще ничего, ни капли воды, только небольшая гранула сжатая, спрессованная загрязненного вещества. Это с одной стороны. С другой стороны, огромное количество электростанций, которые построены и спроектированы в прежние годы, когда еще не было таких жестких требований по очистке точных вод, они обладают теми системами, которыми они обладают. Там-то как раз и применяются всевозможные варианты решения, связанные с прудами, отстойниками и со сливом, в конце концов, уже очищенной воды в дренажные колодцы, так называемые, или вообще со сбросом в природные водоемы или в реки. С некоторыми из этих технологий, которые применяются на наших электростанциях по очистке воды, мы с вами познакомимся. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.